Играть в снежки это весело, это прикольно, но мне кажется, то, чем занимаются сейчас ребята, это все-таки детские шалости. Я подумал, что если мы сыграем в снежки, но повысим уровень сложности? Я сейчас вместе с вами отправляюсь в ангар, и мы кое-что сделаем. С наступающим! Такую пропустить точно нельзя. Но уже сегодня мы с вами сделаем мощную пушку, которая будет стрелять снежками. И по моим расчетам она будет выглядеть примерно вот так. За основу мы решили взять обычную воздуходовку. А как вы знаете, воздуходовка дует воздух прямо вот в эту трубу. А сверху у нас находится такой магазин, в котором мы расположим снежки. Снежки мы будем подавать в дуло, и, собственно, под напором воздуха они будут вылетать. Короче, механизм крайне простой. Я думаю, понятно даже мне. И я предлагаю сделать ее. Чтобы собрать пушку, мне понадобятся самые простые материалы. Это пластиковые трубы и совсем немного дерева. Короче, эта штука должна выглядеть примерно вот так. Вот, собственно, это часть механизма. Теперь нам нужно, собственно, подсоединить сюда еще воздуходовку, которая будет выпуливать все эти снежки. И сейчас... Так, нахренеть, какая большая. Вот так вот. Ладно, сейчас я все закапелю и покажу еще раз. Это, короче, это будет работать примерно вот так. Но так как это снежная пушка, то и окрасить мы ее решили соответствующе. В зимний новогодний стиль. Та-дам! Пушка готова! Так как снежков у меня под рукой нет, я решил взять бумагу. А теперь заряжаем ствол. Теперь готово! Тесты пушки показали две вещи. Первая, это то, что пушка выстреливает снарядами с огромной скоростью и на огромную дальность. И вторая, это то, что пока что пушка разваливается. И совсем забыл сказать, ребят. Помимо этой пушки, которую я только что сделал, мы хорошенько подготовились к этому выпуску, поэтому сделали заранее еще одну. Вот такую вот пневмопушку. Внутри вот этого шарика находится огнетушитель, в который мы будем нагнетать высокое давление. И при помощи этого рычага мы будем выпускать весь накопленный газ. И снежок, который будет находиться вот здесь, будет вылетать. По расчетам это очень мощно. Но как в действительности, если честно, я пока еще не понимаю. Поэтому отправляемся к ребятам, для того, чтобы все это протестировать. Короче, пока вы занимались ерундой, я сделал вот это. Для начала я предлагаю проверить просто одним стрельнуть. Включите, пожалуйста, эту штуку, я не могу сзади. Какая-то неавтономная штуковина. Все, резко, давай. Ольператоры, простите. Так как наша пушка очень скорострельная, то и лепить снежки нам нужно примерно с такой же скоростью. Поэтому в этом нам решил помочь Диман. Посмотрев на пушку Макса, я понял, что вручную лепить снежки вообще, ну, не очень хорошая идея. Поэтому я решил использовать такие снеголепки. Они делают снежки вот такими вот ровными. Соответственно, и снежки будут лететь ровно, точно и очень быстро. И уже через 10 минут у нас был готов внушительный запас снежков. У нас здесь есть снеговик. Давай, Леха, пульни сначала ты. Надо сначала сравнить вообще, как это будет по сравнению с человеком. Ничего! Готов? Давай, Леха! Нифига себе! Что? Скорострельность просто невероятная. Ни с одним человеком такая штука не сравнится. Сколько мы залпов 6-7 сделали за секунду? Блин, мне кажется, самое время сейчас просто разочек пульнуть в человека. Давайте тот, в кого попадет снежок, вот так в того и стреляем. Просто и сразу в лицо. Давай! В ходе жеребенки проиграл. Да, три! Ты чё? Руслан, мы специально решили играть не в камень-ночься бумага, но я не знаю, как он это сделал. Лех, можешь запульнуть в Руслана сразу обычным снежком? И сравни, Руслан, по 10-бальной шкале сколько будет человека и сколько вот эта пушка. Ему конец! А я тебе поверил, не уворачивайся, говорит. Готов! Ну, это раза в два точно мощнее, потому что... Я серьёзно? Да. Что ж, эта пушка показала себя достаточно неплохо, её скорострельность реально поражает. Но ещё больше нас удивило то, что это действительно сработало. И для этого понадобилась всего лишь пара сантехнических труб и, по сути, воздуходубка, больше ничего. Круто! И теперь настало время посмотреть, на что способна пушка, которая стреляет огромными снежками. Пока что в теории она стреляет очень мощно. Один я, к сожалению, притащить не смог, потому что она весит... Ой. Ой. Я предлагаю прямо сейчас совершить первый тестовый выстрел. Руслан, ты хочешь что-то сделать? А, я подумал, что вы меня опять собрали. До этого мы использовали вот такие маленькие снежки. А теперь, теперь вот такие. И это настолько мощная пушка, что нам здесь нужен будет пыж. Запихиваем всё при помощи шомпола. А теперь скатываем туда. Уехала. Вы готовы? Да. Э, три, два... Нормально так. Такого я не ожидал. Что? Вы это видели? Если предыдущая пушка просто сделала вмятину в снеговике, то тут снаряд летел с такой скоростью и мощностью, что голова снеговика просто отлетела. В общем, пока что обе пушки показывают себя очень круто и, в принципе, выполняют всё, что было задумано. А в следующем тесте мы будем проверять наши пушки на скорострельность и меткость. Сореваться будут человек, снежкомёт и снежкопушка. Расстояние до мишени будет ровно 15 метров. И каждый из участников будет иметь по 10 снарядов. У Димана пушка самая, наверное, не скорострельная. Это уже сразу понятно, потому что у него... Видите, вон там он баллон стоит. Ему каждый раз нужно будет бежать до него, вновь нагнетать давление, потом возвращаться, нацеливаться и стрелять. Готовы? Да! Готовы! Три, два, раз, поехали! Давайте, ребят, ну! Так, Саня, ну ты кривой, конечно. Да ёмко! Ну слушайте, пока что человек проигрывает. Ё-моё, надо же зарядить баллон. Да ё-моё! Я думаю, я быстро догоню. Саня попал! У Руслана пушка тоже не на низком старте, скажем так. Он её уже пытается минуты полторы зарядить. Первый снежок из одного. Да ё-моё, а чё так мало? Я попал бы чему-то в садину мясу. А Руслан не умеет пользоваться своей пушкой. Давай, давай! Ты хочешь целься? Целься, Руслан! Вима! Кайф! Почти! Вырубайся, ну хрен отец! Ну, отмазило! Диман, у тебя осталось 7 снежков. Один, полагаю, здесь. Диман, давай! Ты сможешь! Вой! Хоть Диман и стреляет медленнее всех, но тем не менее, медленно, но очень метко. Метко! 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 Спокойно убежать. Ну не яблочко, но попал. Каждый раз попадаю! В общем, самое главное во всём этом деле ничего не забыть. Вот, допустим, кран повернуть. Давай, Диман! Нет! Нет! Диман, дай пять! Это, это было очень хорошо. На самом деле, вот так вот по сравнениям мы поняли то, что лучше всего получается работать с пушкой вот с этой. Стационарной. Но это ещё не всё. У нас есть ещё одно испытание. Это проверить на дальность. Кто же выиграет там? Для этого теста мы сделали линейку из манекенов. Каждый из них стоит на расстоянии 10 метров. Общая длина линейки 60 метров. Как мне кажется, обычный человек может дострельнуть, ну, примерно, ну, метров до 30. Настолько у меня снежок сильно и мощно врезался в мишень, мне кажется, что можно было поставить и сотого туда. У каждого будет по одному выстрелу. Давайте начнём с того, как стреляет именно обычный человек. Так, Саня, заряжай. Я ставлю на 30 метров. Раз, два, три. 50 метров. Что? Как? Как такое возможно? Это сильно жёстко. Давай, Руслан. Я готов. Давай. Так. Почему так слабо? Это было очень криво, но, тем не менее, Руслан добросил снежок почти до 30 метров. Когда будет стрелять Диман, я не хочу стоять около манекенов. Я даже, я буду стоять за Диманом вообще. Я, на самом деле, бы и здесь не стоял, потому что я хочу сюда зарядить как можно больше давления, так, чтобы этот снежок просто улетел отсюда, не знаю, вот за те деревья. Ты хочешь зарядить её сильнее, чем раньше? Да, да, я думаю, что я сейчас заряжу столько, вот сколько мы до этого не заряжали. Пора стрелять! Сейчас. Раз, два. Охренеть! Все-таки Диман, походу, победил меня. Стрелил дальше, чем я. Я предлагаю подойти поближе и посмотреть, найти этот снежок и убедиться. Кто быстрее до снежка? Снежок долетел до манекена в 75 метров. Мы проверили наши пушки на скорострельность, меткость и дальность. В ходе чего выяснили, что полуавтоматическая пушка стреляет медленно, но зато в разы превосходит все остальные в меткости и дальности. А скоростной снежкомёт стреляет очень быстро. Не просто так мы его так назвали. Но в меткости он хорош только на ближней дистанции. И если им управляют два человека. Или один, но прям сильный человек. Ну а прямо сейчас мы продемонстрируем мощность нашей пушки на вот этом вот фрагменте забора. Я думаю, что этому забору крышка. Чтобы мы могли вообще оценить эту пушку в сравнении по мощности, я предлагаю совершить мне первый удар сейчас. Раз, два, три. Нифига себе. По-моему, даже вмятины не осталось. Вообще абсолютно ничего. Все готовы? Да! Тогда три. Вмятина осталась мощная. Офигеть! А самое, знаете, что интересно? Это же ребро жёсткости. Типа тут самая жёсткая часть. Это снежок, чёрт возьми! У нас получилось оставить вмятину на металлическом заборе. А возможно ли, не знаю, при помощи такой пушки, допустим, разбить окно? На самом деле, мне кажется, снежок разобьёт это окно. Заряжаем. Заряжаем. У кого какие ставки, ребят? Разобьёт! Я ставлю на то, что нам нужно отойти подальше, потому что полетят во все стороны осколки. Да. Заряжай. Давай, готов? Я готов. Ну тогда... Давай! Три, два, раз! Как оказалось, пробить стекло не так уж и легко. Хоть пушка и стреляет очень точно и с большой мощностью, но всё-таки снаряд, который мы используем, это обычный снежок. Поэтому он легко разлетается, если на него слегка физически воздействовать. Мы пробовали совершать попытки несколько раз, ничего не работает, но мы не можем оставить это окно просто так, чтобы оно стояло целое, поэтому мы кое-что придумали. Мы сделали ледяные снежки, и вот эти снежки, я уверен на 100%, что ледышки, да, они разобьют всё, что угодно, тем более с этой пушки. Слушайте, как она покатится. Приготовились! Приготовились! Да, нифига! Мы практически попали в GoPro! Короче, какой вывод? Пушка реально мощная, но ни в коем случае, никогда в жизни, ни при каких условиях не применяйте это при обычной игре в снежки. А чтобы вы понимали, почему нельзя играть с ледяными снежками и тем более с пушкой, мы сейчас вам объясним. У нас есть анатомически точная модель черепа, по функциям, по свойствам она очень сильно или даже, наверное, точно совпадает с настоящим черепом, поэтому сейчас мы вам покажем, почему нельзя играть в снежки со льдом и пушками. Погнали, ребят! Погнали! 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 О, что оно? Вот оно, я нашел! Ну, а теперь мы его разрушим. Раз, два, три! На вылет просто… Аж течет с него, смотри. Смотрите, что осталось с снежком. Что? Блин, прикольно. С Новым годом! С Новым годом! Ну а теперь мое любимое, ребят. Я без этого не мог никак вообще. Все готовы? Да! Погнали! Смотрите, он разбил банку ковы, а сам остался целый. Ну что, ребят, вот такие вот мы сделали две невероятных снежка-пушки, при помощи которых можно спокойно играть в снежки со своими друзьями. Вернее, при помощи вот этой можно играть, при помощи вон той не надо. Вы видели, что она делает. Самое главное, будьте аккуратны и все-таки лучше играйте в детские снежки, потому что взрослые снежки это такая штука весьма небезопасная. Всех с наступающим! Это был второй видеоролик нашей новогодней серии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! С наступающим! О, холодно!